Добрый вечер. Сегодня мы показываем фильм живого классика английского режиссёра Кена Лоуча «Семейная жизнь». Это одна из самых ранних и знаменитых его работ. Мой собеседник – кинокритик Андрей Плахов, почётный президент Международной Федерации кинопрессы и один из самых крупных специалистов по современному, в первую очередь, зарубежному, но и по отечественному кинематографу. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Тем лучше всё время привлекает внимание и фестивалей, и критиков, и каждая его картина становится в свою роду сенсацией. Это особенно курьёзно, если подумать о том, что он вообще начинал как автор телевизионных сериалов. Казалось бы, в то время, во всяком случае, когда он начинал, достаточно непрестижного занятия. Но его киноязык несёт на себя отпечаток вот такой своеобразной, почти документальной телевизионности. Как сегодня смотрится «Семейная жизнь»? Мне кажется, очень интересно смотрится, вообще смотрятся ранние фильмы Кена Лоуча, потому что, хотя они сняты уже давно, это был конец 60-х, начало 70-х годов прошлого века, Но это как раз тот редкий случай, когда фильмы не устаревают, а наоборот, вот это документальное качество реализма, о котором вы упомянули, оно продолжает работать. И в сегодняшней ситуации, конечно, по-новому, сегодня уже снимают по-другому, камеры другие, технологии другие. Но, тем не менее, принцип остаётся тот же – это максимальное приближение к реальности. И отражение реальности в её очень таких глубоких аспектах и социальных, и психологических, личностных – всё это мы видим уже у раннего Кена Лоуча в довольно таком сильном выражении. Причём это было нелегко для него, наверное, войти в кинематограф с таким киноязыком и с такими темами, поскольку английское кино в то время переживало не самый плохой период, и целый ряд крупных режиссёров появился, как их называли, молодые раздержанные. Там Кэрил Рейш, Тони Ричардсон, целый ряд других режиссёров, которые создали, собственно говоря, школу английского кинореализма. Они стали из театра, кстати, во многом. Да, они во многом пришли из театра, а вот Лоуч пришёл с телевидения, и тут это очень важный момент, потому что действительно телевизионная эстетика, она ещё тогда была несовершенна, по сути, она только зарождалась, но, тем не менее, она уже тогда позволяла найти какой-то новый подход эстетический к отражению этой реальности, и Кэн Лоуч оказался одним из пионеров этой новой эстетики. Мне кажется, именно поэтому он сумел пройти все эти годы и десятилетия, в общем-то, чрезвычайно достойно. То есть он не устарел, он остался молодым по духу режиссёром, несмотря на свой уже совсем не юный возраст, и вот последние его награды на Каннском фестивале, хотя можно было спорить, насколько это лучше его фильм «Я Даниэла Блейкова», его биографии, насколько он лучше других фильмов, которые претендовали на Каннские награды, но, тем не менее, очевидно, что этот режиссёр, он находится в обойме актуальности и продолжает оставаться в ней, несмотря на, казалось бы, вот то, что уже время почти всех режиссёров его возраста давно ушло. Вот, да, или то, что они делают, кажется, абсолютно неактуальным, а здесь... Да. Но я думаю, что вот по отношению к семейной жизни как раз она ведь стала ещё документом времени, то есть благодаря этой документальной эстетике, это не просто история, которая происходит тогда, мы сейчас её смотрим как документ 1971 года. Безусловно, это было время как раз вот, ну, как бы расцвета молодёжных движений, с одной стороны, и Кен Лоуч стал одним из тех режиссёров, которые именно говорили о праве личности на свободный выбор. Это тема, в общем-то, почти всех его фильмов. Право личности на то, чтобы стоять в оппозиции к обществу, к государству, и в итоге вот именно на этом он заработал себе великолепную репутацию, которую я лично сравнивал с репутацией английской королевы. Она настолько же безупречна. И называл его королём соцреализма, что, в общем, как бы звучит абсурдно, но на самом деле это так. Он действительно король этого направления, причём в самом таком благородном и хорошем смысле этого слова. Ещё интересно, вот, например, такой режиссёр Билли Аугуст, известный датский режиссёр, говорил о том, что именно фильм «Семейная жизнь» сформировал его во многом как режиссёра, произвёл на него неизгладимые впечатления, и, как мы понимаем, в общем-то, пример он взял правильный, потому что, так же, как Кен Лоуч дважды получил золотой пальмовый ветвь на Каннском фестивале, так же Билли Аугуст. Вот, ну, конечно, Лоуч прежде всего ценен для нас тем, что он невероятный гуманист, что он такой гуру для молодёжи. И вот, собственно говоря, в фильме «Семейная жизнь» показано, как девушка из семьи «Мидл-класса» оказывается жертвой, в общем-то, этой семейной тирании, с одной стороны, замаскированной под, как бы, нормальный порядок. Да, заботу о ребёнке. А с другой стороны, этот фильм очень резко критикует систему медицинских учреждений британских, и, в частности, британской психиатрии. И это, конечно, было тоже очень важно на тот момент. Всё хорошо, прими это. Нет, я не хочу, нет! Открой рот, открой рот, Джен. Тебе будет лучше, Дженнис, вот так. Выпьи воды, возьми, Дженнис, сделай глоток воды. Нет, очень хорошо. Вот так, молодец, молодец. Приляг, ложись. Я не хотела. Пойдёмте, сестра, спасибо. Больно. Всё пройдёт. Всё будет хорошо. Я ничего не вижу, только слышу ваш голос. Я рядом, не волнуйся. Ты в безопасности. Они снова затягиваются. Чёртовы провода. Постарайся расслабиться, милая. Они снова бы соединили провода к моей голове. Пробираются прямо внутрь меня, в мой мозг. Нет никаких проводов. Потом я неоднократно наблюдал, как Лоуч становился кумиром многих молодых людей. Молодые люди на моих глазах на фестивале в Лакарно говорили о том, что Лоуч – это их просто… Кумир? Учитель жизни, потому что он, благодаря его фильмам, они учатся, в общем, как правильно себя вести в каких-то безвыходных ситуациях. Это очень редко бывает в современном кино, чтобы кино учило жизни, давало какие-то примеры, оно в то же время не было дидактическим, нравоучительным и примитивным, а было глубоким, психологически объёмным. Вот как это ему даётся, конечно, большая загадка, но это так. Ну, я должен сказать, что он ещё и вписывается в определённую британскую традицию, потому что британская кино с первых лет своей истории относилась очень трепетно к самой реальности и в какой-то степени даже поклонялась этой реальности. Некоторые вообще, наверное, думали, что в Великобритании только документальная тема, которая маскируется по итоговому. Вот, и есть ещё один крупный британский режиссёр современный, Майк Ли, который работает в очень близкой манере. Но у него в конфликтах есть тенденция к иногда произвольному обобщению, которого в Геннелу очень нет. Он очень осторожно всё делает. И очень точно. Да, если это обобщение появляется, он появляется как изнутри, как, скажем, в картине «Доли ангелов». Это просто другой жанр, это комедия, и было очень приятно наблюдать, что Кен Лоуч способен именно и в таком жанре блеснуть. Хотя я слышал высказывания одного человека, нашего соотечественника, который возглавляет такой гламурный журнал. Он, в общем, принадлежит вот к такой светской тусовке, что ли. Ну, достаточно богатый человек. Он сказал, что это очень плохой фильм, потому что он учит... Вот я повёл на него своего сына и пожалел, потому что этот фильм учит детей воровать. А там воруют виски, ну, как обманывают. Это как бы такой трюк такой, в общем, артистичный на самом деле. Но вот действительно можно подумать, что он как бы призывает... Ну, вот экспортировать экспорпляторов. Вот, грабец награбленное. Но на самом деле, конечно, тут всё гораздо тоньше, и самое главное, с юмором сделано. Поэтому я, например, этот фильм воспринял как один из самых удачных в его творчестве, несмотря на то, что он стоит особняком. Нас не остановить! Билли Конноли! Билли Конноли! Роберт! Брюс! Храброе сердце, скоты! Алекс Фергюсон! Мы чемпионы! Вот как! О, Боже! Боже мой! Боже мой! Это что, нечаянно? Идиот, безмозглый! Ты видал, как виски утекло? Это твоя доля была? Вот так у меня всегда. Можно я скажу? Лучше ничего не говори! Ты ничего не получишь! Не пенни! Я только хочу сказать... Да ты уже всё сказал! Послушайте, если во всём мире осталось только четыре бутылки, значит, они очень-очень дорогие, так? Правда? Правда, но ты всё равно идиот! А раз осталось всего две бутылки в целом мире, значит, они ещё дороже! Здравый смысл! Спросы и предложения! Рыночные факторы! Ну, и был ещё один парадокс на последнем Каннском фестивале, когда, значит, так сложилось, что премии, которые вручила жюри, в том числе премия Экена Лоучер, вызвала довольно резкую критику со стороны тенокритиков наших коллег. И выяснилось, что здесь, ну, были такие, ну, в частности, у вас были такие жёсткие обвинения, что они вот дали премию тем, кто им понравился. Вот. Мне только показалось, честно говоря, что здесь сказываются просто разные уровни подхода, что им как бы импонировало именно содержание того, о чём говорит Лоучер, а не, может быть, какие-нибудь формальные нововведения, которые были в тех фильмах, которые поддержала критика. И тем более, что премии, которые дало жюри, которые казались таким случайным, ну, понравилось кинематографистам что-то, они точности повторили премии коммунического, религиозного жюри. Значит, за этим стоит какая-то вот гуманистическая ценность, которая мне вот в семейной жизни, мне тоже кажется принципиально, что отстаивание каких-то человеческих ценностей, она сохраняется. Хотя я тоже считаю, что последний фильм Лоучер не самый лучший фильм в его биографии. Вот, но значение этого сохраняется даже безотносительно к тому, что есть какие-то вот там примеры формальной новизны, которых мы в этом фильме не обнаружили. Ну да, я думаю, что, собственно говоря, критика была направлена не против Кена Лоуча, ни в коей мере, все, по-моему, все признавали... Нет, критика была направлена против жюри. Да, критика была направлена против жюри, и даже не самого жюри, а политики его формирования фестивалем, потому что, когда в жюри собирается слишком большое количество актеров, актрис... И террасивых актрис. Да, и не хватает явно там некоего интеллектуального центра или каких-то людей, более хорошо представляющих контекст кинематографический, то, конечно, тогда действительно на первый план выходит вот то, о чем вы сказали, общее содержание, как бы, и призы становятся несколько однобоко распределенными. Вот, но это уже другая тема. Кен Лоуч тут ни при чем. Кен Лоуч в этом не виноват. Да, я за него рад, что он получил вполне заслуженный приз. Вот, ну я думаю, что зрители канала «Культура» в этом плане оценят и качество картины Кена Лоуча, и ее долгожительство, ее актуальность, особенно в нашем обществе, которое становится несколько более консервативным, чем оно было, скажем, 20 лет тому назад. Вот, и вот этот, как бы, атака на консерватизм сегодня может прозвучать более актуально, чем вчера. Ну, спасибо, что пришли и поделились своими впечатлениями, мнениями о творчестве одного из великих режиссеров, на мой взгляд. Спасибо, с удовольствием. Я согласен с этим определением. У нас в гостях был Андрей Плахов, кинокритик, почетный президент ФИПРСИ. Мы говорили о творчестве Кена Лоуча и о его картине «Семейная жизнь», которая далеко не потеряла свою актуальность, а наоборот, даже приобрела новую в последнее время. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ